Я очень рад сегодня быть здесь, в офисе корпорации Google в Вашингтоне. Наша делегация принимает участие в весенних совещаниях Всемирного банка и Международного валютного партнера. Я приветствую присутствующих здесь представителей наших международных партнеров, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Евросоюза, ЮНИСЕФ, Глобального партнерства по образованию, сотрудников администрации Соединенных Штатов и других организаций. Благодаря достигнутому интенсивному темпу укрепления нашего государства последние три года перед нами сейчас стоят ряд очень важных задач. И мы сегодня хотим наладить близкое сотрудничество и партнерство с ведущими технологическими корпорациями мира. Наша страна готова совершить цифровой прожарь, опираясь на самые современные технологии завтрашнего дня уже сегодня. Конечно же, среди этих мировых корпораций особое место занимает Google и корпорация Alphabet. Здесь, в Вашингтоне, будет подписан меморандум о взаимопонимании о дальнейших шагах сотрудничества в области трансформации образования. Президент нашей страны, уважаемый Александр Дружевич Джапаров, этой весной дал старт новой программе трансформации школьного образования, которая ставит перед нами самые амбициозные задачи на ближайшие 10 лет по инвестициям в человеческий капитал. Мы были способными на мировом рынке в середине этого века и в дальнейшем. Программа названа «Полярная звезда», потому что инвестиции в человеческий капитал являются нашей главной путеводной звездой. Все остальные государственные программы, наши усилия по развитию экономики и производства, все служат целей подъема уровня человеческого развития в нашей стране. За тем, что мы стали первой страной в регионе, которая выходит на сотрудничество с Google Education и будет применять самые передовые наработки в школах по всему городу страну, которые помогут нашим учителям и школьникам осваивать самые передовые знания. Наше сотрудничество с корпорацией Google в области образования должно стать только первым шагом. Наша команда работает в области развития облачных ресурсов, повышения эффективности государственных услуг и разработки программ искусственного интеллекта.